Теперь как возвращать ситуацию? Для того, чтобы возвращать ситуацию, займись собой. Если ты эмансипированная женщина, стань нормальной женщиной. Тогда твой муж, который сидит дома, работать не хочет, тоже нормальным станет. Ну, само собой это происходит. Чувство собственного достоинства синхронизируется в семье, понимаете? Если, допустим, ты униженная ходишь, хочешь, чтобы муж не бил тебя, не кричал, не ругался на тебя, хорошо, перестань быть униженной. Сразу возникает вопрос, Олег Геннадьевич, вот как раз об этом я и хотел вас спросить. Как перестать быть униженной? Я вам сейчас расскажу. Первое, что вы должны понять, что есть очень серьезная причина, почему чувство собственного достоинства выходит из равновесия. И есть только одна причина к этому, только одна. Эта причина называется привязанность. Что такое привязанность? Это когда я хочу от человека то, чего он мне не дает. Ну, то есть отвлекись. Мы, допустим, один раз в одном святом месте в Индии шли на гангу купаться с женой и очень сильно поссорились. Такие идем, не разговариваем. Такие рядом друг с другом идем, не разговариваем. И мы увидели двух мангустов, такие очень красивые животные. Это они такие вытянутые, длинные хвосты у них. Вот такие длиной примерно, серенькие, очень красивые. И они бегали друг за другом вот так по кругу и фыркали друг на другу. Был семейный конфликт. Вот там, понимаете, природа кругом, очень такие красивые луга, такие очень красиво все, просто шикарно. Понимаете? И я говорю жене, говорю, смотри, говорю, красоте у него вокруг нет, чтобы им по полям, по лугам бегать. Они друг на другом бегают и фыркают, вообще ничего не видят вокруг. Семейный скандал, они друг на друг хотят за хвост укусить. Такие вот так вот по кругу, друг за другом. И шипят друг на друге. Я ей говорю, слушай, тебе не кажется, что мы чем-то их напоминаем с тобой? Кругом природа, кругом как бы красотень. Мы с тобой идем, ничего не видим, ничего не замечаем вот этой красоты. И постоянно думаем друг о друге с негативом. И она начала улыбаться. Так мы сняли напряжение. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что когда я что-то жду от своей жены, и она мне этого не дает, то мое чувство собственного достоинства куда-то выйдет из равновесия. Куда уже выйдет, это как судьба сделать. Если она будет жестоко мне не давать, жестко очень, то тогда мое чувство собственного достоинства уйдет вниз. Я буду обиженным, мне будет тяжело. Я стану таким несчастным, замученным, обиженным, некрасивым. Вот если она будет не давать мне, допустим, если я сам ей буду что-то не давать, допустим, то она унизится. Если она начнет, допустим, ну, допустим, она мне что-то не дает, и я начинаю требовать от нее, очень жестко себя веду, то мое чувство собственного достоинства уходит вверх. Называется гордость. А если я пойму, что она никогда мне этого не даст в жизни, допустим, часто это с детьми так бывает, человек понимает, что этот человек мне детей не даст, у меня не будет с ним детей, то чувство, собственно, достоинства куда уходит? Назад. Называется депрессия. То есть, другими словами, мои дорогие друзья, первый принцип, который дает человеку возможность быть успешным, называется самодостаточность. Если вы видите, что вам по судьбе не положено что-то от близкого человека, вот допустим, давайте крайний случай брать. Вам не положено от близкого человека иметь ребенка. Он говорит, у нас детей не будет. Или, допустим, он вам говорит, мы с тобой расписываться не будем. Крайний случай, да? Очень неприятная ситуация. Смотрите, он говорит, мы расписываться не будем, да? Ты убедила, бросить его не можешь. Счастье с ним тоже не получишь, потому что ты не расписанная с ним. Нет гарантий никаких. Дальше какой результат? Депрессия. Или есть второй вариант. Вариант второй какой? Начать идти на природу, идти к добрым людям, идти к Богу, начать наполняться. Потому что когда судьба на тебя надавила, она тебя истощает, у тебя мысли начинают в эту сторону идти. Тебе надо спасаться. Иди к добрым людям, иди к природе, иди к Богу, молись. Сделай так, чтобы ты смог отвлечься. Понимаете? У тебя была мечта, у тебя было желание, которое ты направил на человека. Если твое желание направляется на человека, будь уверен, что там находится твоя судьба. Я недавно читал лекцию в Бельгии, я там говорил очень много об этом. Как диагностировать плохую судьбу? Мы много об этом говорили. Если ты чего-то хочешь от кого-то, вот чего-то сильно хочешь от кого-то, там находится твоя плохая судьба. Можешь быть уверен. Вот допустим, хочешь сильно ребенка, да, от мужа, там плохая судьба. Сильно дом купить, хочешь купить, там плохая судьба. Сильно хочешь замуж, очень сильно хочешь замуж, невыносимо сильно, там плохая судьба. Значит, будет трудно выйти замуж. Сильно хочешь, чтобы, ну, как бы тебя понимали, вот сильно хочешь, чтобы тебя понимали, там плохая судьба. Если сильно хочешь, допустим, подарков от мужа, чтобы он подарки, там плохая судьба. Вы скажете, что в жизни, вообще ничего не хотеть, что ли, теперь? Вообще, как жить-то? Без желаний же жить невозможно. Мои дорогие друзья, мы сейчас говорим с вами о сильных желаниях. Понимаете? Понимаете, вот если женщина сильно хочет, чтобы мальчик, ее сын, ее слушался, он будет непослушным. А если она просто хочет, чтобы он ее слушался, она может же отвлечься от этого желания. Теперь, как побеждать судьбу? Вот смотрите, побеждать судьбу нужно следующим образом. Давайте берем простой пример. Девушка хочет замуж, сильно хочет замуж, не выходит, потому что сильно хочет. Что делать? Нужно начать общаться с другими девушками, нужно начать молиться Богу. И что? Нужно к чему прийти? Нужно прийти к тому, чтобы у тебя в сердце успокоилось сердце по поводу этого желания. Ты должна стать самодостаточной без мужчин. И в этот момент чувство собственного достоинства встает на место, она становится красивой. И на нее начинает смотреть. В тот момент, когда она сильно хочет замуж, но ничего не получается, чувство собственного достоинства уходится вниз, это унижение, значит. Или в назад, это называется депрессия. Некрасивая в депрессии девушка кому нужна? Кому она нужна? Некрасивая. Никому не нужна. Понимаете? Какая причина? Желание. Поэтому, понимаете, вся ведическая культура, она всегда говорит только об одном. Успокой свое желание. Стань самодостаточным. Настройся на служение людям. Отвлекись от себя. То есть есть несколько способов быть самодостаточным. Первый способ. Отвлекись от себя. Начни делать добрые дела. Служи кому-нибудь. И тебе станет легче жить. Второй способ. Это медитация. То есть слезься с природой, слезься с Богом. Начни думать о Боге, о природе. Забудь про свое страдание. Успокоиться. Называется успокоиться. Успокоиться означает объединиться с чем-то спокойным. Вот допустим, река спокойная, ты на ней думаешь, тебе спокойно стало. В храм пришел, думаешь об алтаре, тебе спокойно стало. Понимаете? То есть второй способ это слияние. Первый способ служения. Второе слияние. Третий способ это аскеза. Человек раз начинает не есть, допустим, там пост на воде. Аскеза тоже успокаивает, отвлекает. То есть ты как, когда ты аскезу совершаешь, ты силой отрываешь свои чувства от объекта. Когда ты служишь другим, ты просто переключаешься. У тебя твои чувства находят другое счастье. И это счастье другое, нейтрализует первое. Когда ты настраиваешься на природу, ты чувствуешь энергию любви. Настраиваешься на добрых людей, чувствуешь энергию любви, отвлекаешься от того, что у тебя было. Итак, если ты хочешь быть успешным человеком, следи за своим чувством собственного достоинства. Следи. Ты униженный человек или в депрессии, или гордый. Ты следи за собой. То есть смотри, что с тобой происходит. Если ты видишь, что что-то не так происходит, делай, чтобы было так. Если ты гордишься собой, значит тогда попроси прощения у человека. Человек, извинись, скажи, я не прав, что-то не так делаю перед тобой. Если ты униженный, значит тогда отодвинься от человека, попытайся перестать ждать от него что-либо. Стань самодостаточным, перестать его как бы... Допустим, женщина униженная, потому что муж не обращает на него внимания. Есть много других людей, которые обращают на вас внимание. Идите подружкам, идите к родителям, испытайте счастье в отношениях с ними. Если человек уперся, вот-вот, нет, я хочу, чтобы муж обращал на меня внимание. Ну тогда все, тогда твоя судьба будет разрушена. Так именно разваливаются семьи. Из-за просто одного желания.